По сути, летняя резиденция Александра Третьего. Сюда он приезжал со своей семьей отдыхать. Я пойду вверх, прочувствовать своими ногами. Можно стать свидетелем феномена «Горный призрак». Какова красота! Самый высокий храм Крыма. Хочется просто наслаждаться вот этим моментом, в котором находишься, этой природой. Крымская автопутешествия завернув в древнейший город южного побережья Крыма – Алушту. В переводе с древнегреческого «Алушта» означает «сквозняк». В самом деле, свалиться с температуры здесь можно даже летом, так как периодически здесь бывает довольно сильный ветер, связанный с особенностями местного рельефа. Два перевала постоянно обеспечивают перемещение воздушных масс с равниной части Крыма до моря и назад. Сама Алушта – город-курорт, а поэтому большая часть развлечений и активности представляет собой стандартный курортный набор. Как и положено таким городам, одна из местных достопримечательностей – это набережная. Ее проектирование принимал участие племянник художника Ивана Шишкина, купец и золотопромышленник Николай Дмитриевич Стахеев, дача которого находится в центре Алушты и представляет собой здание, выполненное в стиле европейского классицизма и модерна. Построено оно в 20 веке по проекту Николая Петровича Краснова, который является также архитектором Ливадийского дворца. Но сам Ливадийский дворец мы посетим с вами позже. Я ищу дворец княгини Гагариной, который вроде как сейчас санаторий «Утес». Я подъехал с одной стороны, куда мне показывал навигатор, но там заборы, похода, нет. С другой стороны вроде как есть парк небольшой. Ну и вот как бы я иду по такой дорожке. И собаки, ребята. И здесь собаки. Куда не придешь, бегают какие-то сворожьи собак. Ну чего ты, чего? Я туда иду. Впереди есть люди, значит жизнь какая-то тут есть. Вот мне сказали, хотите, вот по заброшенным лестницам вниз. Показать, как выглядят заброшенные лестницы. Честно говоря, тут много всего заброшенного. Ага, ну сейчас попробуем. Здесь, если что, то сможете садить. Можешь как-то больше, блять. В общем, красивая улыбка и 200 рублей решают вопрос входа на территорию санатория. Между Алуштой и Ялтой находится поселок Гурзу, привлекающий внимание своими скалами. Аделары, скалы-близнецы, по легенде были могущественными князьями, которым были дарованы волшебные вещи, посох и крылья. Но вместо того, чтобы использовать их в благих целях, они привлекали ими девушек, из-за чего были наказаны. Напротив скал-близнецов расположились скала Пушкина. Именно в этих местах во время отдыха Пушкин совершал свои морские прогулки к мысу Су-Ксу и называл это время самым счастливым в своей жизни. Гурзу, ребята, место, где у Чехова была дача. Но она здесь и осталась, только сейчас это уже музей. И определенно стоит приехать даже просто ради того, чтобы увидеть эту улочку. Это очень небольшой населенный пункт и вот эта вот центральная улица здесь очень прикольная, очень прикольная. Поэтому приезжайте, посмотрите. Ребята, вот это правильный штопор, смотрите. Такой. Бутылку надо под него такую же. Массандровский дворец называют «маленькой Францией» или «крымским Версалем» из-за его архитектурных особенностей, сочетающих в себе сразу несколько стилей – романский, готический, барокко и классицизм. В 1992-1993 годах здесь проходили съемки фильма «Сердца трех». Сам дворец имеет довольно дурную славу. Его жители умирали до того, как успевали здесь пожить. Так, например, в 1870 году, после того, как дворец пострадал от бури, князь Воронцов решил на его месте построить новый для своего сына. Однако через два года после начала стройки умер архитектор, а затем и сам князь. В 1892 году дворец переходит Александру Третьему, но и он умирает спустя два года. Замок достраивал уже Николай Второй, но не ночевал там, а скорее использовал его как охотничий домик. После революции здание дворца было использовано как санаторий для больных туберкулезом. После войны он стал НИИ в области виноделия, а с 1992-го и по сей день данное здание – это музей-дворец. Ребята, Массандровский дворец. По сути, летняя резиденция Александра Третьего. Сюда он приезжал со своей семьей отдыхать. Нереально красивое место. Нереально. Сам дворец и парк рядом с ним. Просто, ребята, просто бомба. Это обязательно must-see. Находится в 30 минутах езды от Алушты. Рядышком тут и Симферополь, и Севастополь. Обязательно будете здесь заезжать. Кстати, обязательно посмотрите у меня видео из Гатчины. Там же есть Гатчинский дворец. Это резиденция Александра Третьего. Вот по воле случая я даже не планировал, скажем так. Буквально месяц назад я был там, в районе Санкт-Петербурга. Причем не заезжая в Санкт-Петербург. Посетил Гатчину. И вот сейчас я здесь и смотрю Массандровский дворец. Две резиденции Александра Третьего. Ну и вот так по-царски выходишь из дворца. Мое место проживания это вот этот комплекс. Комплекс апартаментов. Очень прикольный комплекс. 29 ноября. На улице 12 градусов. 9 утра. Погода супер. Вид супер. Делаю обзор квартиры. Точнее апартамента, где мы остаемся. И посмотрите, здесь две комнаты. Зал, один спальня и большая кухня с коридором. Самое крутое в этой квартире это вид из всех комнат. Посмотрите, просто окна от пола до потолка со всех сторон. Со всех сторон здесь. Опа. Что не открой? Везде солнце. Детям не нравится. Детям не нравится, что я открыл. Что ты там смотришь мультик? Костя, тебе не нравится, что я открыл окно? Ну-ка, закрывай. Вот так, да? Ты мультик смотришь. Ну, извини. Извини. Спальня тоже. Смотрите, какой огонь. Просто в спальне просыпаешься. Вот это дело. Убираешь. И, ну, какова красота. Да, если вы соберетесь в Крым, если вам это видео понравится, этот выпуск понравится, места понравятся, пишите мне в YouTube в комментариях или в Instagram. Я вам скажу, куда, собственно говоря, писать, чтобы забронировать вот эти апартаменты. Или в этом здании. Это, ребята, не реклама, а просто рекомендация. Реально классное, классное место. Значит, здесь еще таких апартаментов штук 12. Штук 12 подобного плана. Разной стилистики я когда выбирал, мне предлагали разного стиля, разных размеров и разных ценовых категорий. Ну, естественно, зависит от сезона. Вы сами это прекрасно понимаете. Пишите, если что, я дам все рекомендации. Я сейчас уехал из Алушты в сторону долины Привидений. Там Привидений нет, а что там есть, вы сами увидите. Ехать около 40 минут. Первый поворот на Лучистое. Здесь смотровая площадка. Золотая подкова, схема проезда. Что здесь написано. Разобрать можно. Не знаю, сколько лет этой тоске почета, так ее назовем. Ну и сразу же рекламка. Домов из бруса. И посмотрите, какая здесь красота. Остановка по требованию прошла. Едем дальше. С вездеходными усилиями, ребята, мы на месте с вами. Пошли, смотри. Место просто нереальное. Всем рекомендую. Это 100%. Пока даже сюда едешь, сбираешься. На машине, конечно, лучший внедорожник. Но я и на своем паркетничке пробрался тоже. Конечно, в дождь. Грязь. Это очень сложно сюда будет проехать. Но, бавен, посмотрите на это. Конечно, у меня есть дрон. И, конечно же, я могу не взбираться своими ножками туда вверх. Но наша жизнь, ребята, была бы неполной без приключений. И, конечно, я пойду вверх прочувствовать своими ногами, руками, головой, глазами. Всю прелесть долины привидений. И дикие лошади здесь пасутся. Вот это мощь, ребята. В этом деле главное, что в этом деле? Главная подготовка к арте. Когда вот так вот рюкзачок в гору. Я не знаю. Ну вот я когда поднимал дрон, я взлетел на высоту где-то под 600 метров. То есть здесь высота где-то 600 метров. И он, получается, у меня стоял немножко над горой здесь. Поэтому, ну, я прикидываю, где-то 500-600 метров высота. Интересная, веющая своим мистическим духом и достойное посещение местность в Крыму, так называемая долина привидений, представляющая собой скопление скал необычных форм, среди которых можно различить и человеческие фигуры, и фигуры животных, и непонятных существ, и предметов. А в зависимости от времени суток можно увидеть эти фигуры совершенно по-разному. Здесь же, среди скал и камней, можно стать свидетелем феномена – горный призрак. Это оптическая иллюзия, при которой тень наблюдателя, стоящего в направлении против Солнца, окружена цветными кольцами, и может возникнуть ощущение того, что это не человек, а что-то потустороннее. ДОЛИНЫ ПРИВИДЕНИЕ ДОЛИНЫ ПРИВИДЕНИЕ И мы отправляемся в храм-маяк святителя Николая Чудотворца. Почему именно туда? Ну, хотя бы потому, что это самый высокий храм на территории Крыма. И его высота 65 метров. Ехать нам около получаса, поэтому все рядышком. Пристегиваемся, усаживаемся поудобнее и едем по живописным дорогам Крыма. ДОЛИНЫ ПРИВИДЕНИЕ Одно из зданий Маст-Си в Алуште – храм во имя крымских святых, построенный в середине XIX века архитектором из Одессы Георгием Торричелли. За его основу были взяты английские сельские церкви, но учитывались готические каноны, которые в то время уже были в моде. Другая достопримечательность, рекомендованная к визиту – храм-маяк Николая Чудотворца. Самый высокий храм Крыма, выполненный в нео-византийском стиле. Его высота 65 метров. Располагается он на полуострове и является частью мемориального комплекса в честь павших на реках и морях. Вот сейчас, друзья, отправляемся с вами в парк Айвазовского. От храма ехать мне показало 50 минут. Я когда был в дворце княгини Гагариной, мне сказали, что парк Айвазовского большой, и едет туда утром, чтобы посмотреть его, потому что времени надо много. Но у нас времени много нет, поэтому едем сейчас. Парк Айвазовского находится у моря в поселке Портенит. Есть версия, что распоряжение о закладке этого парка было дано самим Брежневым для партийной элиты. Вероятно, по этой причине здесь и начали выращивать элитные сорта винограда и оливковые деревья. Сперва здесь располагалась сплошная каменистая местность, а потому сюда привозили плодородный грунт и работали здесь лучшие специалисты Никитского ботанического сада. Деревья и кустарники привозились со всего мира, и немалый вклад в развитие парка в нулевых вложил меценат Тарута. Он оплатил работу лучших мастеров по созданию скульптурных и архитектурных форм. Отличительная особенность парка – наличие в нем так называемого сада ароматов, в котором находятся эфирно-масленичные растения, аромат которых помогает тем, у кого есть трудности с дыханием. Есть здесь и лестница Раевского, на каждой ступени которой выбиты строки из стихотворений Пушкина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, когда здесь гуляешь, не хочется говорить, никаких ценах, никаких сложностях, никаких недостатках Крыма. Хочется просто наслаждаться вот этим моментом, в котором находишься, этой природой, этим невероятно красивым парком, шумом прибоя. Сейчас вот через 15 минут будет закат. Еще одна невероятная вещь. Когда находишься в таких местах, то плевать, сколько это стоит, если честно. Потому что, конечно, это все надо содержать. Цветы, сады, деревья, это бегающие животные какие-то здесь, по вот этому парку, по всему. Это люди, персонал, который здесь работает. Конечно, это все надо содержать. Я вас так плавненько подвел к ценам. За парк вы отдали 600 рублей. Но в этом парке есть внутренний парк, японский. И за то, чтобы попасть в японский парк, вам еще нужно 300 рубликов. Не знаю, нужно ли так делать. Много кто жалуется. Прямо передо мной была девочка, которая говорила, я видела где-то, что 500 это стоит. Ей говорят 600. Не знаю, может она приехала, у нее всего 500 рублей. Но я считаю, что, конечно, это национальное достояние. Должен ли быть вход платный или бесплатный? Ну, вы знаете, лучше, чтобы он был платный, лучше, чтобы все содержалось и выглядело вот так, как оно есть. Нежели это было бы бесплатно. И, как обычно, как часто это бывает, что многие бесплатные вещи, они не всегда хорошие. Поэтому лучше заплатить. Не каждый день мы сюда ходим. Лучше заплатить, но видеть это вот в этом великолепии, которое есть здесь. Видно, что люди, которые здесь работают, понимаете, что они получают с этого какую-то денежку. И вот это все содержится. Зато в этом виде. Обалденно. Классный парк. Супер. Бомба. Супер. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Сколько времени нужно, чтобы здесь погулять и хорошо провести время? Я бы закладывал часа три. Это чтобы никуда не торопиться. Потому что если вы приехали, там из разряда часик потратить здесь. Но это вам придется бегать, потому что здесь очень большое количество спусков, подъемов, аллеи, лестниц. Пофотографироваться же надо. И обязательно вдоль морюшка пройтись. И вдоль морюшка есть кафе. Тоже нам со столиками. Нужно обязательно взять кофеек, выпить, насладиться прибоем, шумом вот этим вот всем, чайками. А вот лебеди у меня тут плавают. Смотрите. Привет, мои хорошие. Как ваши дела? Жрать нечего. Сорян. Но не злись. Не злись. А вот с этой точки, ребята, ну прям Майами южный пляж. Вот честное слово. Только в Майами вы таких колонн не найдете, как здесь. И фонтанчиков, и скульптур. Ребята, честно, вот даже не ожидал. Вот это прям, прям бомба. Гуляешь по парку, здесь большое количество таких лавочек укромных, где можно просто сесть, любоваться всем, что видишь. Миротворение, тишина, шум прибоя, чайки везде. Миротворение, тишина, тишина, тишина. Миротворение, тишина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова